Добрый день! Наш сегодняшний блог будет посвящен, к сожалению, печальному событию, с одной стороны, а с другой стороны, чудесному спасению. Итак, вы многие слышали о катастрофе самолета, который летел из Одиссабебы в Найроби. И много жертв, люди погибли, ужасная трагедия, тяжелая катастрофа. И, конечно же, есть люди, которые спаслись, которые не оказались на этом рейсе. Есть среди них греческий бизнесмен, о котором рассказывают, что он буквально на две минуты опоздал на регистрацию, и ему не дали подняться на рейс. И он пишет в своих социальных сетях о том, как он благодарит Творца, что получил жизнь в подарок. И рассказывает о двух хасидах. Один из них гурский хасид, который по делам, по бизнесу должен был лететь тоже в Одиссабебу. Там был какой-то форум людей, которые занимаются переработкой отходов, мусора. И он занимается этим бизнесом, должен был быть там и должен был на этом рейсе лететь. Но какой-то бизнес, какие-то бизнес-встречи его задержали. И он поэтому не полетел в Одиссабебу и не оказался на этом рейсе. И от его имени передают, что он сказал, пойду в нашу гурскую синагогу Штибельгур, и там благословлю то, что говорят о Гоймеле Хавимту, вот, Шигмулане Культу. Тот, кто сделал мне, тот, кто сделал даже обязанным хорошее, он сделал мне добро. То есть это благословление благодарности за спасение от опасности. Он говорит, я благословлю это благословление в нашей гурской синагоге. И когда я это прочитал, я вспомнил, что на самом деле его порыв, он, конечно, очень положительный, очень правильный. Нужно благодарить Всевышнего за то, что он не оказался на этом рейсе, и жизнь ему была дана в подарок. Но благословление в Штибельгур он не сможет прочитать. Он должен пойти и спросить у раввина. Благословление читают только те люди, которые были в состоянии опасности и спаслись. То есть если бы он был на этом рейсе, упал бы, не дай бог, ни про кого не будет сказано, и остался бы жив, тогда бы он должен был читать это благословление. То есть если бы человек, как написано здесь в Мишнебруре, он был на море и пересек море. То есть он был в состоянии опасности и вышел из состояния опасности. Болел опасной болезнью и выздоровел. Зашел в пустыню и вышел из пустыни. Сидел в тюрьме и вышел из тюрьмы. Но если он почти попал в опасное состояние, это нет, это что-то другое. Да, нужно поблагодарить Всевышнего, да, нужно прочитать, может быть, псалом благодарности. Может быть, собрать друзей, сделать благодарственную трапезу, да. Но прочитать в синагоге благословление с именем Всевышнего в форме постановления мудрецов, когда прям баруха та ашем, благословенный Всевышний, Господь, Всесильный мир, да, который, это только те люди, которые были в состоянии опасности, на них напали, и они спаслись. Они были в любом состоянии опасности и вышли из него только тогда. Благословляйте это благословение. Это браха, но не в состоянии почти в опасности. Это нужно знать. Я слышал это от своего учителя Рабьеса в рапорту еще в Ишиве. И поэтому, когда прочитал этот пост этого хасида, у меня сразу зажглась лампочка, и я решил с вами этим поделиться. Большое спасибо. Дай Бог, чтобы у нас никогда не было грустных поводов, и мы только выучили эту Аллаху, этот закон, ради того, чтобы знать Тору и никогда ее не применять. Или некоторые читают это после родов, женщины читают это благословение, ведь женщина находится в состоянии опасности, и Баруха Шем, даже написано в Геморре, одна из тысячи ничего с ней не происходит. Как бы, наоборот, в основном ни с кем ничего не происходит. Все выходят из этого состояния опасности здоровыми и невредимыми. Так вот, чтобы всем нам нужно было читать это благословение только после того, когда мы отвечаем «Амэнь», женщине, которая рожает нового, здорового, счастливого ребенка. Всем нам этого желаю. Большое спасибо. До свидания.